Приветствую вас, давайте разберем ваш текст. Парень с сайта знакомств предложил встречи, интим-встречи. Как относиться к таким предложениям, если он понравился внешне? Вот так и относиться. То есть, мужчины, которые понравился вам внешне, предлагают вам интимные встречи, и к этому и нужно так относиться, как к чисто физиологической связи, который у вас, вероятно, будет достаточно хорошей, потому что вы друг другу нравились. Вот. То есть, относиться к этому нужно именно так. В этом смысле вам, можно сказать, повезло, потому что вам понравился мужчина, вы понравились мужчине, и всё хорошо. Тогда относиться нужно к этому именно так, как это есть. То есть, не больше и не меньше. Это просто пока, пока что, пока что. Это просто секс. И всё. И всё. Не больше, не меньше. Дальше. Значит, вы пишите, что парень на сайте знакомств предложил интим-встречи. Хочется задать вам вопрос. Если вы говорите, что вы уверенная в себе девушка, что проблем с вниманием мужчин у вас нет, то почему же тогда вы пришли на сайт знакомств? Что привело вас на сайт знакомств? Я не говорю, что вы обязательно обманываете. Я не говорю, что вы обязательно обманываете. Не хочу сказать, что вы обманываете. Но хочу сказать, что это как минимум странно. То, что, ну, то, о чём вы пишите. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь? Дальше. На фотографии пишите вы. Парень симпатичный. Мой типаж привлек такой глубокий взгляд, как будто прямо в душе смотрит. Ну, здесь вы скорее, вы даёте желаемое за действительное. На мой взгляд, потому что его глубокий взгляд, да, если бы у него действительно был такой взгляд, глубокий, то я не думаю, что он был бы на сайте знаком. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь? Дальше. По поводу того, что симпатичный, это, на мой взгляд, достаточно слабое такое, ну, слабая характеристика. Вот. Потому что, да, потому что, очень много мужчин, могут быть, ааа, ну, симпатичными. как вот вы говорите, очень много мужчин. Поэтому здесь, конечно, надо бы что-то по-серьёзнее, что-то по-серьёзнее вероятно. Дальше, значит, мой типаж. Тут, конечно, вообще отдельная история, что такое ваш типаж, что есть вообще ваш типаж. Ну, например, по моему мнению, типажей, как таковых, вообще нет. То есть, ну, просто. Типажей нет. А есть люди, которые вам могут понравиться, так или иначе. Типаж это, я боюсь, что самообман. Ну, я вас не переубеждаю, вы не подумайте ничего плохого. Вот. Но просто это тоже то, что, ну, то, что надо бы поисследовать. Вот. То, что, ну, то, что нужно посмотреть, то, что нужно изучить более подробно. Вот. Дальше. Так. У него одна всего автография, мы с ним созванивались, селфик присылал, вроде похож. То есть, вы даже, вы даже не уверены в том, что это он или как. То есть, я вот, я не очень просто понял. Вот. Дальше. Вообще, как относиться к таким предложениям, если паре понравилось внешне? Ну, почему? Почему бы и нет? То есть, почему бы не провести время, в принципе. Вот. если у вас нет, опять же, завышенных ожиданий. Ну, понимаете. То есть, если завышенные ожидания есть, то тут, конечно, ситуация будет потяжелее. Вот. Дальше идем. Можно ли рассчитывать на серьезность парня в будущем? Нет, нельзя, потому что парень, который предлагает секс, ну, то есть, интимные отношения, он, ну, он не готов к серьезным отношениям. Вот. Дальше идем. Или ему интересно то, или его, эээ, или ему интересно только одна страна жизни. Ну, это вы как-то уж, мне кажется, слишком, слишком, слишком хватили. Потому что. Интим это не то, чтобы прям одна сторона жизни, это скорее, это скорее неопъемлемая часть жизни. Вот. И мне представляется это так, это просто неопъемлемая часть жизни. Вот. Поэтому в данный момент, вот когда мы, когда мужчина, мужчина предлагает секс, да, в данном случае, да, его интересует только секс, ну это нормально, как бы об этом, он об этом прямо говорит, что его интересует. Вот. Другой вопрос. На что рассчитываете вы? Да, то есть, у меня возникло такое ощущение, что вы на что-то другое рассчитываете. Вы рассчитываете на то, что за этим стоит что-то более серьезное. Вот. Этого делать не нужно, потому что человек предлагает, кто-то предлагает. И мужчина, он резко в данном случае выходит за пределы того, о чем говорит. Дальше. Я симпатично уверенная в себе девушка, а от недостатка внимания не страдаю. А что привело вас на сайт знакомств тогда? Вот такое предложение поступило в первый раз, причем сразу откровенно. Мне стало интересно, есть ли будущее у таких отношений. Нет, ну, шансы, именно шансы на будущее есть всегда. Конечно. То есть, всегда-всегда шансы какие-то есть, это безусловно. Но минимальные шансы, минимальные шансы, что будет именно какое-то развитие после секса. Вот. Я вам даже больше могу сказать, что ситуация часто бывает такой, что мужчина боится, что девушка будет его, ну, впринуждать, да. Мужчина боится, что девушка будет от него что-то требовать, и он старается с ней не сближаться лишний раз, ну, вообще, да. Так что этот момент тоже нужно учитывать обязательно, если мы говорим с вами вот как раз о будущем. Будущем. Где-то даже читалось, что у женщин во время секса вырабатывается гормон привязанности к партнеру. Против природы не попрешь. К чему вы это написали, я вообще не очень понял. То есть, ну, непонятно просто, к чему вы это написали. Ну, да, такая история есть. Да, гормон вырабатывается. Ну, и что дальше? Вы знаете, во всей этой ситуации меня больше всего смущает то, смущает меня, что вы будучи, вот как вы говорите, будучи уверенной в себе девушкой, не испытывающей проблем с вниманием, почему-то мыслите вот в таком направлении, вот. А именно вот направление, что через секс, через такие вот случайные отношения, да, через такую связь построить что-то серьезное. Хотя, казалось бы, если у вас действительно недостатка во внимании мужчин нет, то, как бы, стройте отношения такие более духовные, да, и будут у вас именно серьезные отношения, вот. У меня складывается такое впечатление, что вам хочется чего-то такого вот необычного, да, чего-то такого запретного, вот. И в этом-то плохого ничего нет. То есть на здоровье, на здоровье, если хочется, на здоровье. Но не нужно приписывать того, чего нет. Не нужно приписывать. Вот именно приписывать, да, не нужно. Это, наверное, худшее, что вы можете сделать. Начав приписывать, а одним отношением другие. И для мужчин, для мужчин, любовь и секс, серьезные отношения и секс, вещи очень разные. И это может перерасти во что-то большее, конечно, может, такие шансы есть, но они минимальные. И, ну, объективно, они не стоят риска, не стоят того, чтобы даже питаться. То есть, иными словами, если вы хотите с серьезных отношений, да, именно с серьезных отношений, что это не вариант для вас. Именно если вас интересует будущее. Вот. Если вас интересует секс, только с этим мужчиной, вы просто хотите не перестать. может быть, не один раз, то, да, все в порядке. Гормон, о котором вы говорите, он, как бы, не настолько сильный, что вот моментально вас привяжут к этому мужчине, и все, и вы уже без него, там, не сможете жить. Вот. То есть, конечно, вам будет всем хорошо, конечно, если все понравится вам, да, то вы захотите предложения. Вот. И здесь очень важно вот этот момент отслеживать. Да, то есть, когда вы четко знаете, что вы хотите, вот, когда у вас уже появляются какие-то чувства, ожидания, претензии. Претензии. К человеку. Вот. Дальше. Идем. Стало интересно, вот если люди соглашаются на такие свободные отношения, неудели впоследствии, кто-то в кого-то не влюбляется, не влюбится. Да, кто-то в кого-то может не влюбиться. Это нормально. Люди соглашаются на такие отношения, просто проводят время вместе, вместе, потом остаются. Вот. Бывает такая история, что, ну, человеку вот просто хочется секса, например. А бы с кем не хочется. Человек приходит на сайт знаком, ищет себе, выбирает кого-то. Все. Вот коллега сказал, что это сайт развлечений, я не сказал бы, что это сайт развлечений. А развлекательный ресурс, я бы не сказал, что это развлекательный ресурс. Это торговая площадка. Вот. Это торговая площадка, где люди торгуют собой. Своим телом, своим лицом, своей личностью. Они торгуют там. Вот. Значит, ну, сайт интимных знакомств, да. Вот. Там торгуют именно секс. Ну, то есть, именно своим телом. Сайт просто знакомств, ну, торгуют, как бы, внешностью, личностью и так далее. То есть, человек выбирает себе, как вот, как мы сказали, по типажу. И парадокс в том, парадокс заключается в том, что выбор по типажу, это то, что, ну, никак, вот, никак не отвечает, отвечает фундаменту для построения духовных отношений. Потому что, духовные отношения, они выстраиваются на принятии другого человека, таким, как он есть. А здесь отношения выстраиваются на выборе, на выборе того, как что-то нравится мне. Да? Вот вы сейчас говорите про, ну, про мужчину. Вот. Помните, вы же обсуждаете того, по сути, кого вы не знаете. Да, вы созванивались, сообщались, но вы его не знаете. Что будет, когда он встретитесь, вы не знаете. Может, это окажется совершенно другой человек, который, ну, вообще, как бы... не тот, ну, он не тот, кем вы его себе представляете. Вы к этому готовы? Нет, наверное. Но такое бывает и довольно часто. И вот, что в этом случае вы будете делать? Да, большой вопрос. Ответ важный. Вот, примерно, примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. И, собственно, главная интрига, главная интрига, она, на мой взгляд, сохраняется. Уверенная в себе девочка, которая не испытывает, значит, недостатка в мышцком внимании. Да? Вот. Уверенная в себе девочка. Почему-то идет на сайт знакомств и почему-то ждет от чисто сексуальных отношений, ну, чего-то больше. Это, на мой взгляд, не состыковка, на мой взгляд. На мой взгляд, это не состыковка позиции. Вот. Если вам просто любопытно, попробуйте. Но, как бы, на любовь лучше не рассчитывать здесь. Вот так, в принципе. Я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.